Хотя важнейшей частью работы спасателей является профилактика происшествий, жизнь все же полна драматических моментов, предупредить которые невозможно. Именно поэтому так важна техника, способная помочь в трудных условиях. Например, 46 новых основных спасательных машин, которые будут обслуживать жители по всей стране. Ведь именно при использовании универсальных спасательных машин можно достичь наилучших результатов. Такого рода машины очень много эксплуатируются, да инженерная мысль предлагает все новые идеи. Так что необходимость в регулярном обновлении спасательного парка очевидна. Также департамент получит и новые специализированные автомобили, например, автоцистерна для перевозки воды к местам возгорания. Этот проект подготавливали почти 10 лет. Обязательно надо иметь в виду, что 85% стоимость этих машин идет с фондов Европейского Союза, 15% с эстонского государства. Но тут мы только видим часть этого проекта. В течение этого года Эстония получит самую большую инвестицию в технику спасательной отрасли. 83 новых, совсем новых машин. Новые спасательные машины полностью соответствуют современным требованиям. Например, у них усовершенствована проходимость по сложным ландшафтам. Они оборудованы качественным инвентарем, и особое внимание уделено безопасности во время выезда. По словам министра внутренних дел, хорошо и то, что две трети новых машин отправят на обслуживание людей, проживающих в сельской местности. Ведь таким образом, необходимое время прибытия службы везде будет на одинаковом приемлемом уровне. Конечно, сейчас в Эстонии достаточно небольшая смертность от огня, но это не значит, что надо успокоиться и перестать инвестировать в эту область. Также нужно заниматься регулярным обучением спасателей. На что мы надеемся, это чтобы приходилось как можно меньше использовать эти машины для спасательной работы, а больше для обучения и превентивных занятий. Хотелось бы, чтобы команда приезжала к домам именно для обучения людей на тему безопасности, например, как же сделать свой дом безопаснее, как вести себя в экстренных ситуациях. Конечно, на спасателей можно рассчитывать, но при этом стоит помнить, что человек отвечает за свою безопасность в первую очередь сам. Интересно, что каждое новое поколение машин департамента получает себе собственное имя. Так даже был объявлен конкурс на лучший вариант, на который поступило больше тысячи заявок, в десяти из которых предлагался победивший вариант «Крыт». Так звали работящую благородную героиню из известного эстонского произведения «Правда и справедливость». Имя это, по мнению спасателей, отлично подходит служебным машинам. Виолетта Ланман, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.